Вижу плюсики. Спасибо. Тема нашей сегодняшней встречи очень интересная. В начале января мы получили обращение от читателя нашего сайта. В нем он выражал опасения, связанные с молниезащитой газоотсасывающих установок на угольных шахтах. Мы передали это обращение Эдуарду Мееровичу, как и просил его автор. Стали разбираться и получили весьма тревожные результаты. Протяженная подземная металлическая коммуникация, интуитивно воспринимаемая как безопасная, оказалась не такой уж безобидной. Что с ней не так? Какие именно подземные коммуникации несут опасность, да и собственно чего боятся? На эти вопросы мы постараемся сегодня ответить. Встречайте, лектор вебинара, профессор, доктор технических наук Эдуард Меерович Базилян. Добрый день, Эдуард Меерович. Добрый день, Павел. Добрый день, коллеги. Я очень удивлен, увидев вас сегодня на семинаре. На мой взгляд, в такую погоду надо быть на речке или, по крайней мере, в лесу. Но полсотни людей все-таки пожелали что-то услышать. И я очень рад этому. Большое спасибо. Эдуард Меерович, есть дела поважнее речки. Итак, планируемая длительность текущего вебинара около одного часа. Она напрямую зависит от активности слушателей и количества заданных вопросов. Их я прошу писать в специальный раздел «Вопросы». Кнопочка рядом с окном чата. Задавайте вопросы не только по окончанию, но и по ходу вебинара. На своевременные и интересные я сразу попрошу ответить Эдуарда Мееровича. Еще пару слов о вебинарной комнате. Здесь каждый может самостоятельно управлять громкостью лектора при помощи бегунка справа от его изображения. Можно открыть видео лектора или презентацию на весь экран специальной кнопочкой в правом верхнем углу окна. Также доступно масштабирование презентации колесом мыши. Чат слева внизу. Видеозапись этого вебинара через некоторое время будет опубликована на нашем сайте zans.com и наших YouTube и YouTube каналах. Узнавайте о новых предстоящих вебинарах в новостях на нашем сайте, а также в группах в социальных сетях и телеграм-канале. Ссылки на них уже в окне чата. На этом моя вступительная часть завершена. Я передаю слово нашему лектору. Эдуард Меерович, мы с нетерпением ждем подробностей. Вы знаете, с подробностями, на мой взгляд, очень непросто. Дело в том, что мы все время имеем дело с подземными коммуникациями. Все время. Ну, потому что любой контур заземления, любого объекта – это подземные коммуникации. И мы на эти подземные коммуникации смотрим с единственных позиций. Благодаря им ток молнии стекает в землю, благодаря им снижается напряжение на объекте. И вот это самое полезное действие коммуникаций мы всегда и рассматриваем, когда решаем вопрос о сопротивлении с землями. Но вообще говоря, у коммуникаций есть второе назначение. Любая металлическая коммуникация, наземная ли, подземная ли, является транспортом напряжения из одной точки в другую. Ну, например, у вас молнии ударяет молниотвод. Рядом с молниотводом проходит подземная коммуникация. И по этой подземной коммуникации напряжение добирается до какой-то довольно далекой точки. И там что-то делает. Вот с этих позиций мы на своих вебинарах никогда коммуникации не рассматривали. И вот именно сегодня мы попытаемся это сделать, хотя я честно скажу, далеко не все вопросы мы затронем. Не только потому, что не хватит времени, а еще и потому, что не все в этих вопросах понятно. И вот именно по этой причине, именно по этой причине, и вопрос ставится, ну, первоначально что ли. А я что-то не могу переключить презентацию. О чем пойдет речь? Речь пойдет вот о чем. Любая подземная коммуникация, а, кстати сказать, и наземная тоже, это канал, который передает напряжение с какими-то потерями. Надо понимать, что это за потери. Если у меня на молниотводе напряжение У, то какая часть этого напряжения доберется до объекта, который меня интересует? Вот как предельная длина коммуникации влияет на то напряжение, которое попадет от молниотвода до объекта? Второе. А что будет с этим напряжением? Как деформируется импульс напряжения? Как изменятся его временные параметры? Это тоже надо знать. Наконец, очень важно, что это напряжение, которое будет подано, воздействует на объект. Здесь есть два момента принципиально совершенно важных. Первый момент – это как это напряжение будет воздействовать на загазованность, горючую загазованность. Может ли это напряжение поджечь эту самую загазованную смесь и привести к очень неприятной аварии? А вторая вещь – это вот что. А люди могут касаться этих коммуникаций. Тем более они считают, они же заземлены, чего? Раз они здесь заземлены, на них ничего и не может быть. И к чему приведет это вот самое касание? Вот эти два момента представляются принципиально важными и с ними надо как-то разбираться. О чем идет речь в самом общем случае? В самом общем случае задача эта – распространение напряжения по металлическому проводнику с потерями – давно и успешно решена. Эти задачи решались еще в начале прошлого века. Это система уравнений в частных производных, которая связывает изменение тока с емкостной утечки с коммуникацией и с активной утечки с коммуникацией, потому что коммуникация касается грунта и с грунта идет утечка. Второй момент – это напряжение меняется по длине коммуникации. Во-первых, из-за ее индуктивности. Есть индуктивное падение напряжения. А во-вторых, из-за активного сопротивления, потому что любая коммуникация, хоть она и металлическая, но ведь сопротивление у металла-то конечное есть. Вот если взять два этих уравнения и свести их к общему волновому уравнению, то это самое волновое уравнение вот в таком общем виде надо решать. И методика этих расчетов давно разработана. Правда, она нудная, сложная и в общем случае обязательно требует компьютерной техники. Вот мы постараемся сделать как можно меньше всяких компьютерных расчетов для того, чтобы разобраться, а в чем же тут суть дела. Так вот, этот разбор надо начать вот с чего. Два момента имеют наибольшее значение. Первое значение вот какое. Если коммуникация протяженная, то каждый метр этой коммуникации имеет сопротивление, имеет индуктивность порядка одного микрогенда на метр длины. Вот точное выражение написано вот здесь. Второе. Если эта длина коммуникации мне известна, значит суммарную индуктивность я в общем знаю. И этой суммарной индуктивностью я могу воспользоваться для промежуточных оценок. Второе. У коммуникации есть сопротивление утечки в грунт. По сути дела это то же самое сопротивление заземления, которое мы считаем, когда мы считаем любой контур заземления. Можно посчитать это суммарное сопротивление заземления. И если два этих параметра известны, то можно определить третий параметр. Грубо оценить постоянное время этой цепи, поделив индуктивность на вот это сопротивление заземления. Получится временная величина, которую можно разобрать и понять, что она дает. А сравнивать ее надо вот с чем. Эту постоянную времени надо сравнивать с длительностью тока молнии. Если эти величины сопоставимы, это значит, что вот эта самая коммуникация, о которой идет речь, нужно рассматривать как протяженную коммуникацию и решать вот те самые уравнения, о которых я говорил. Но я и эту величину постараюсь, ну, хоть как-то уменьшить. За счет чего это можно сделать? Это можно сделать за счет погонной емкости коммуникации. Утечка тока через погонную емкость, как правило, существенно меньше, чем утечка через проводимость. То есть коммуникация, касающаяся грунта. И в первом приближении величину этой емкости можно принять нулю. Ну, а тогда вот эта длинная и нудная система, которую надо решать, становится более короткой, более доступной для компьютерного решения. И вот это решение мы и будем использовать сегодня для того, чтобы разобраться в следующей вещи. А как параметры коммуникации влияют на то уровень напряжения, который она передает от волны отвода к тому объекту, который нас сегодня с вами интересует. Вот этим я и буду заниматься. Извините, я перебрал. С чего я начну? Я начну, конечно, с сопротивления заземления грунта. Коммуникация лежит в грунте. И вот в зависимости от ее сопротивления заземления меняется способность коммуникации передать часть напряжения от молнии отвода, куда ударила молния, к объекту, который меня интересует. Я буду это делать для типичной длины коммуникации, довольно длинной. Я возьму ее длину полкилометра. Пятьсотметровая коммуникация. Что это может быть? Это может быть труба газопровода, труба водопровода. Это может быть специальный какой-то трубопровод. Это может быть оболочка кабеля. Наконец, это может быть, например, в угольных шахтах. Коммуникация, которая предназначена для отсасывания взрывоопасной газовой смеси из забоя, где выделился горючий газ, метан, вот наружу, на улицу. Вот я рассматриваю такую коммуникацию. Посмотрите, пожалуйста. Расчет, который я делаю, он делается на единичный ток молнии. Вот здесь отношение напряжения на ток. Если эту величину считать с графика и умножить на реальный ток молнии, то получится то самое напряжение, которое доберется от точки удара молнии до объекта. Вот давайте посмотрим на типичные результаты. Удельное сопротивление грунта, тысяча омометров, паршивый грунт, песок. В этом случае вот эта расчетная величина находится на уровне полутора. Значит, если полтора умножить на расчетный ток молнии, получится сколько доберется? Ну, давайте возьмем расчетный ток молнии. Давайте возьмем первый уровень молнии защиты, где расчетный ток молнии 200 кА. Если я 200 помножен на полтора, у меня получится 300 кВ. Ничего себе! Вполне приличное напряжение. Если я начну удельное сопротивление грунта снижать, то есть если в том месте, где идет коммуникация, грунт более проводящий, то это напряжение, смотрите, начнет уменьшаться. Но как оно уменьшается? Вот если я возьму блестящий хороший грунт с удельным сопротивлением 100 омометров, это чуть ли не чернозем, то в этом случае вот эта величина находится на уровне где-то 0,2-0,3. И это значит, от тока молнии в 200 кА доберется, в общем, более низкое напряжение, надо 200 умножить на 0,2, будет 40 кВ. Но 40 кВ – это величина совершенно не безразличная ни для человека, ни для той техники, на которую это напряжение может действовать. То есть получается такая вещь, что практически в любых грунтах длинная коммуникация способна доставлять напряжение, с которым нельзя не считаться. А вот теперь давайте возьмем дальше. Давайте теперь посмотрим, как влияет длина коммуникации. Я буду рассматривать длину коммуникации все-таки в хорошем грунте, где эффект довольно сильный. Я взял удельное сопротивление грунта в своем расчете 200 омометров. 200 омометров – это ординарный грунт. Это какой-нибудь влажный песок, суглинок. То есть это обыкновенный грунт. Посмотрите, пожалуйста, если в этом грунте длина коммуникации очень коротенькая, всего 100 метровая, то по коммуникации доберется почти двойка вот этот коэффициент умножить на ток молнии. И это значит, если ток молнии я возьму даже для третьего уровня молнии защиты 100 кА, то у меня там будет напряжение где-нибудь киловольт 200. Вполне приличное напряжение. А если у меня, я удлиню коммуникацию аж до 500 метров, вот как там было раньше, то у меня в этом случае напряжение, которое доставит эта коммуникация к объекту, будет, конечно, меньше. Надо будет 0,3 умножить на 100. Получится 30 киловольт. Но 30 киловольт, как будет дальше показано, для напряжения человека совсем не безразлично. Да и не только для человека, а для объектов, современных объектов. Это тоже не безразличная величина. Теперь я возьму и сделаю следующую вещь. Я теперь посмотрю еще на один параметр. Этот параметр вот какой. Это то сопротивление, которое подключено к этой коммуникации в начале и в конце. Я посмотрю два примера типичных. Один пример такой. Типичное сопротивление заземления, которое нормировано во многих документах, находится на уровне 10 Ом. Ну, примерно такое же сопротивление может быть и на том объекте, куда пришла коммуникация. Вот если у меня коммуникация с двух сторон подключена к сопротивлению заземления по 10 Ом, то в этом случае для коммуникации длиной аж 500 метров у меня получается, что в этом случае доля тока, которая и доберется, потому что здесь уже идет речь, а доля тока, она составляет примерно 20% от тока молнии. Если ток молнии, предельный ток молнии, нормированный 200 кА, то 20% от 200 кА, это 40 кА. Что такое 40 кА? Это больше чем средний ток молнии, если он ударит непосредственно в объект. То есть считаться с этим делом вполне надо. Но если у вас коммуникация в конце присоединена к заземлению, которое имеет сопротивление заземления всего 2 Ома, а это тоже вполне реальная величина, то туда доберется примерно 40% тока молнии. 40% тока молнии от предельного тока от 80 кА. Это 2,5 средних тока молнии. То есть это очень серьезное воздействие. Поэтому, хотим мы или не хотим, но считаться с опасностью подземной коммуникации приходится. Приходится во всех случаях, касаясь либо стойкости приборов, на которые будет воздействовать это напряжение, с одной стороны, а с другой стороны, касаясь техники. Ну вот вам, пожалуйста. Вот такая ситуация. Я специально привел ее из рекламного проспекта. Вот подземная газовая коммуникация. Газ идет откуда-то и приходит на распределительный пункт. На этом распределительном пункте на этом распределительном пункте есть система химической защиты этой коммуникации. Чтобы ток не уходил во всю коммуникацию, проложена прокладка, которая изолирует химически защищенную часть коммуникации от всей остальной. Это прокладка изолирующая. И ни в коем случае не нужно, чтобы она существовала, когда придет сюда ток молнии. Потому что если произойдет электрический пробой этой изоляции, то коммуникация просто разрушится. Ток молнии, ток будет контактировать с рылоопасной смесью. Здесь будет искра. И эта искра подожжет весь этот газораспределительный пункт и от него останутся только ножки-дорожки. Поэтому для того, чтобы этого не было, ставят разрядник, который шунтирует вот эту самую прокладку. Так вот, выбирать этот разрядник надо исходя из того, какое здесь сопротивление из-за земления. Потому что в зависимости от того, какое это сопротивление из-за земления, какой там грунт, у вас пропускная способность этого разрядника должна быть рассчитана либо на 20-процентный ток молнии, либо на 80-процентный. А это далеко не одно и то же. Поэтому те расчеты, которые мы сейчас делаем, они абсолютно не лишены смысла, они имеют абсолютно практическое значение. У меня, к сожалению, я не мог найти остатки газораспределительного пункта. Когда проволаз вот эта самая прокладка, разрядник не сработал, и от газораспределительного пункта не осталось ничего. Но у меня есть фотография резервуара, в котором произошла вспышка газовой смеси из-за прихода импульса тока молнии по подземной коммуникации. И вот смотрите, что осталось от этого распределителя, от этого резервуара. Ну, если говорить, здесь все-таки осталось побольше, чем от распределительного пункта. На газораспределительном пункте не будет и вот такого остатка. То есть, считаться с напряжениями, которые идут по подземным коммуникациям, приходятся. И приходится начинать-то вот с чего. А кто и как поджигает эти самые газовые смеси, когда приходит напряжение по подземной коммуникации. Очень часто говорят о том, что поджиг газового выброса происходит за счет мощной стримерной вспышки, которая возникает от конца коммуникации в свободное пространство. Вот у меня статическая фотография вот этой самой вспышки при напряжении где-нибудь на уровне 250 киловольт. Посмотрите, какие длинные ветви, какое мощное светящееся образование, но оказывается, вот какая вещь. Вот это самое образование никаких газовых выбросов в атмосферу поджечь не могут, потому потому что вот эти вот ветки ярко светящиеся, на самом деле холодные, а для того, чтобы поджечь газовый выброс, нужно, чтобы температура вот этого образования было, ну, по крайней мере, градусов 500 Цельсия, вот тогда будет поджиг. А вот температура этих ветвей отличается от температуры окружающего воздуха всего лишь на 10-20 градусов. Ну, какая вам разница? 30 ли градусов, 50 ли градусов? Все равно это не подожжет. А когда может поджечь? А может поджечь только вот общее основание этой стримерной вспышки. Так называемый стебель. Вот стебель всеми ветками нагревается в большей степени. И если длина этих ветвей находится на уровне где-нибудь ну, порядка метра, то стебель нагревается до такой температуры, когда он может поджечь. Но напряжение на уровне таком, чтобы ветви были метровой длины, нужно напряжение никак не меньше, чем ну, 450-500 киловольт. Такое напряжение через подземную коммуникацию до объекта не добирается. и та стримерная вспышка, которая там возникнет, вообще говоря, безопасна. Она безопасна, во-первых, потому, что она не в состоянии нагреть стебель, и она еще безопасна из-за того, что это напряжение, которое доходит до объекта, оно имеет пологий фронт, а на пологом фронте вот такие мощные образования не развиваются. Поэтому говорить о том, что через подземную или наземную, неважно, коммуникацию можно зажечь газовый выброс, это будет ну, чересчур легкомысленные заявления. вот как правило, такие стримерные вспышки ничего не зажигают. А что зажигает? А зажигает вот что. Вот представьте себе подземная коммуникация. Вот она вышла наружу, это подземная коммуникация. Она ведь подземная. Наверное, она не представляет никакой опасности. Наверное, до нее можно вполне дотронуться рукой, что часто очень делается просто чисто автоматически. Человек касается заземленную коммуникацию рукой, потому что она заземленная. Но на самом деле эта коммуникация принесла те самые десятки и сотни даже киловольт, о которых мы с вами только что говорили. И между человеком и этой коммуникацией происходит искровой пробой. И вот этот искровой пробой, даже если он имеет длину всего один-два сантиметра, вот он, этот пробой, обязательно горячий. он обязательно имеет температуру никак не меньше, чем тысяча градусов. И по этой причине вот такой контакт, вот такой контакт вызывает стопроцентный поджиг выброса горячей взрывчатой смеси. я хочу вам напомнить, если у вас дома есть газовая плита, современная, с автоматическим поджигом, обратите внимание, какая там длина искры. Там длина искры меньше сантиметра, но она стопроцентно поджигает газ, потому что хотя искра очень короткая, она в такой ситуации горячая и она наверняка поджигает газовый выброс. Что надо сделать? Ну, надо сделать, наверное, следующую вещь. Надо, чтобы работающий человек находился не на земле, а находился под потенциалом этой коммуникации. Вот так. Тогда никакого пробоя не будет и никакого поджига не будет. И вот эта посадка человека под потенциал коммуникации, она вообще говоря, позволяет избежать гибели многих газораспределительных пунктов. гибели а теперь еще одна вещь. Ну, а если эта коммуникация находится не в земле, если она проложена над землей, такое делается очень нередко. Коммуникация крепится на изолирующих тумбах. Эти изолирующие тумбы заземляются и заземляются шагом, ну, скажем, в 10 метров. И вот такая коммуникация идет от молниотвода до объекта. Такие вещи, например, часто делаются на угольных шахтах, когда прокладка идет вот таким образом. Оказывается, что те напряжения, которые здесь возникают, они вообще говоря, не очень сильно отличаются от того, что мы только что разбирали для подземной коммуникации. И такая коммуникация наземная, она представляет собой большую опасность вот из-за чего. Для того, чтобы ее коснуться, вообще ничего не надо. Мимо надо пройти, рукой махнули, вот вы и коснулись. А если посмотреть, как напряжение распределяется по такой, по длине такой коммуникации, то окажется, что почти любая точка этой коммуникации находится относительно Земли почти под одним и тем же напряжением. И это значит, что касательство такой коммуникации в любой точке почти одинаково опасно. Вот поэтому касание такой коммуникации надо рассматривать для человека как опасную ситуацию, которая может привести к чему-то, о чем мы сейчас поговорим. Эта вещь уже обсуждалась один раз у нас на семинаре. Речь идет о фибрилляции сердца. Дело в том, что когда человек попадает под напряжение и это напряжение проходит через тело человека и добирается до сердца, то сердце может войти в режим фибрилляции, который представляет себе смертельную опасность. вот эта зависимость, которая сегодня введена в нормативные документы, действующие в России, она подготовлена МЭКом и она говорит о следующем. Если воздействующее напряжение находится на уровне пол миллисекунды, пол миллисекунды примерно, а это 500 микросекунд, это как раз те времена, которые типичны для тока молнии, то вероятность 50% фибрилляции сердца будет в том случае, если через тело человека потечет ток всего в 2 ампера, а ток примерно в 6 ампера, вызовет такую фибрилляцию у 90% людей, которые коснутся вот такой надземной или подземной трубы. Так вот, что это такое? Может ли это быть реально, если мы действительно касаемся наземной или подземной коммуникации? Оказывается, для того, чтобы возбудить фибрилляцию сердца с вероятностью даже в 5%, нужно совершенно мизерное напряжение, всего полтора киловольта, а для того, чтобы вызвать фибрилляцию сердца у примерно 90% коснувшихся людей, нужно напряжение всего в 4,5 киловольта. То есть, это очень маленькие напряжения. Они намного меньше тех цифр, которые мы только что рассматривали. Дальше. если взять коммуникацию, которая идет просто снаружи на заземленных опорах, а там о каких напряжениях идет речь, оказывается, там идет напряжение примерно следующее. Если у вас удельное сопротивление грунтов тысячовометра, то достаточно ток молнии всего в 3 киломпера. А если у вас сопротивление заземления, удельное сопротивление 200 омометра, то есть хороший грунт, достаточно всего ток в 13 киломпера для того, чтобы вызвать фибрилляцию сердца. Все эти токи существенно меньше, не только максимально предельного, они существенно меньше даже 50-процентного тока молнии, потому что у 50-ти процентов токов молнии величина тока по крайней мере 30 киломпер. 30, а здесь максимальная величина 13. Поэтому любая протяженная коммуникация по всей своей длине представляет опасность для человека. Сейчас одну секунду. любое прикосновение к такой коммуникации протяженной представляет собой опасность. И вот об этой опасности я хочу еще раз поговорить. понимаете какое дело? Оказывается, что фибрилляция сердца может возникнуть с запаздыванием. Человек может перенести воздействие вот этого напряжения, а фибрилляция сердца у него может наступить с запаздыванием на десятки минут и даже на несколько часов. поэтому если человек попал под напряжение коснувшись протяженной коммуникации под импульсное напряжение связанное с ударом молнии там на каком-то далеком расстоянии он должен быть обязательно направлен под наблюдение врачей. Он должен быть немедленно доставлен в больницу для того чтобы не пропустить опасность фибрилляции сердца. Вот это нужно сделать обязательно. Обязательно при любой ситуации даже в том случае если она возникла ну например в шахте. Нужно поднять человека заставить его сесть в скорую помощь и приехать в цивилизованный медицинский пункт для того чтобы находиться под наблюдением по крайней мере несколько ближайших часов. Это совершенно необходимо. А вот вероятность коснуться протяженной коммуникации большая. Я хочу обратить внимание еще на одну вещь. Я вам показывал работу разрядника который стоит на какой-то коммуникации и говорил что ток этого разрядника тем больше должен быть чем меньше сопротивление заземления конца коммуникации. А теперь посмотрите такую вещь. Вот у меня есть какая-то коммуникация. А теперь на этой коммуникации стоит разрядник. разрядник замыкает коммуникацию на землю. И сопротивление ее заземления которое было ну скажем равно 10 омам падает практически до нуля потому что разрядник просто коротит эту коммуникацию. В результате этого дела ток через разрядник увеличивается в несколько раз. И для того чтобы эта операция прошла нормально УЗИП который выполнит все это дело должен быть рассчитан не на такой ток а на ток примерно в 3-4 раза больше. и вот эта особенность заставляет при работе с наземными или подземными коммуникациями считаться с тем что пропускная способность УЗИПа должна быть обязательно не на тот ток который определяется его сопротивлением заземлении а нулевой ток который по крайней мере раза в 4 больше и требования к УЗИПу из-за этого очень сильно возрастают. Я пропустил достаточно много вопросов. Я сознательно это сделал потому что откровенно говоря не очень привычно считать заземленную коммуникацию какой-то серьезной опасности для техники и для человека. С этим надо сжиться и может быть ваши вопросы сегодняшние или заданные вопросы потом через фирму ЦАНС помогут нам вернуться еще раз к этой теме и попытаться рассмотреть какие-то дополнительные вещи которые не укладываются в нашем голове. Еще раз повторю. Мы всегда смотрели на подземные коммуникации как на элемент заземляющей системы которая помогала бороться с перенапряжениями. Теперь отдельные протяженные коммуникации надо принимать во внимание как источник повышенной опасности и для человека и для техники. с этим надо примириться и для этого нужно время. Спасибо за внимание я готов ответить на вопросы. Мирович спасибо за такое интересное выступление. У вас есть время перевести дух а я пока попрошу наших слушателей уделить мне внимание. Друзья я прошу вас ответить на три вопроса они сейчас появятся на вашем экране. вопрос номер один получили ли вы в ходе вебинара интересующую вас информацию? Я полагаю что для такой необычной темы как тема сегодняшнего нашего вебинара можно и не получить ту информацию которую хотелось бы даже вполне себе нормально. Но вижу что большая часть наших слушателей все-таки получила ту информацию которую ее интересовало. Так давайте я задам следующий вопрос. Планируете ли вы обратиться в ЗАНС за расчетом? Друзья я напомню что технический центр ЗАНС выполняет бесплатные расчеты по молниезащите и заземеления любого объекта за исключением загородных жилых. Присылайте задания сделаем для вас расчеты за короткие сроки. Еще несколько секунд уделим на ответы. так ну и вопрос номер три на какую тему вы хотели бы послушать будущий вебинар для нас важно именно насущные темы освещать на наших вебинарах важно чтобы вы получали именно то что вас интересует у нас уже достаточно большое количество тем освещено на прошлых вебинарах мы собрали их на отдельной специальной странице на нашем сайте вы можете всегда прийти почитать посмотреть но возможно есть темы которые вы не видели у нас и хотели бы увидеть прошу вас написать тему в чат так есть есть ли вопросы Павел да Эдуард Мерч вопросы у нас есть вопросы интересные давайте начнем Алексей Замардуев спрашивает по поводу влияния сопротивления заземления на выходе получается что уменьшать сопротивление заземления не следует иначе получаем большую долю тока молнии на объекте нет это не так дело заключается вот в чем если вы снижаете сопротивление заземления вы действительно увеличиваете ток через разрядник но ведь вы при этом снижаете напряжение на той точке куда включается коммуникация и если вам важно снизить это напряжение оно снижается прямо пропорционально сопротивлению на это приходится идти а вот разрядник когда вы будете выбирать вы будете выбирать его с учетом усиления тока поэтому конечно не надо отказываться от снижения сопротивления заземления просто разрядник надо поставить так чтобы он в состоянии был этот ток пропустить ничего страшного в этом нет как раз Сергей Галенко задает вопрос про разрядники то есть если у нас ожидается 40 кА то придется искать УЗИП на 160 нет подождите во первых 40 кА у вас не доберется то доберутся все таки токи на уровне не очень большом и поэтому выбирать УЗИП на 100 кА вы не сможете по той элементарной причине что такого УЗИП просто нет понимаете просто его нет а сток в 100 кА вряд ли доберется по какой-нибудь коммуникации вряд ли но либо то либо другое ну вы сами понимаете что бесплатного сыра не бывает если вы снижаете напряжение вам приходится увеличивать ток другого варианта нет Каргин Александр спрашивает по сути получается что решение озвученной проблемы в итоге сводится к тому что нужно правильно подбирать УЗИП это не так вот по какой причине я еще раз говорю вот понимаете какое дело вот если вас вас лично интересует только одно единственное это одно единственное то напряжение которое возникнет на конце коммуникации вот если вас интересует только это то вы правы но если вас беспокоит вот представьте себе следующую вещь забой в шахте у вас проходит открыто коммуникация открыто она либо лежит на земле либо покоится на заземленных тумбах либо она подвешена на цепях канкером которые держат кровлю этого самого забоя человеку человеку коснуться этой коммуникации ничего не стоит и попасть под напряжение в десятки киловольт тоже ничего не стоит если на это не обращать внимания и если эти вопросы вас интересуют то вам ставить только УЗИП в конце и правильно его выбрать это значит с опасностью касания коммуникации вы не хотите иметь дело и с пораженными и на пораженных людей вам наплевать вот нельзя этого допускать нужно обязательно сделать так чтобы человек был безопасен а вот изолировать эту коммуникацию подземную очень тяжело очень тяжело если она проходит на длине там скажем в километр а такая коммуникация опасна понимаете и с этим надо считаться вопрос электробезопасности никаким УЗИПом не решить спасибо Алексей Замардуев является ли достаточной защитой человека при возможном касании протяженной коммуникации размещение его на изолированном основании асфальте гранитной крошки и тому подобное если если это действительно изолированное основание если это изолированное основание да но оно должно быть именно таким я вполне понимаю что это можно сделать ну к примеру снаружи а вот сделать его в забое в шахте например такое изолированное основание очень тяжело там же пыль угольная и эта пыль угольная везде садится и любую изоляцию она покрыв угольной пылью превратит в проводники поэтому надо просто смотреть можно ли сделать эту изоляцию если можно особенно в виде асфальта это конечно выход из положения полный спасибо хоть где-то мы нашли безопасность Эдуард Мирович так давайте выберемся мое дело сейчас маленько попугать давайте выберемся из шахты на поверхность Ирина Владимировна спрашивает можно ли кабельные конструкции проложенные в железобетонных лотках напряжение 0,4 кВт по территории подстанции считать протяженными коммуникациями как защититься от них конечно можно считать протяженными коммуникациями а что значит слово защититься здесь нет уточнений я подозреваю защитить людей и оборудование которое может быть подключено дело то вот в чем понимаете какое дело с чего надо начинать давайте не путать пареное с жареным любая такая коммуникация в хорошую вне грозовую обстановку никакой опасности не представляет и начинать надо с того чтобы разрешать или запрещать работа на протяженных коммуникациях в грозу вот с этого надо начинать ведь если я запрещу работу на протяженной коммуникации в грозу то все страсти мордасти которые я сегодня перечислял будут просто бумагой но человек не работает на коммуникации и тогда нет никакой опасности второй момент если человек все-таки работает на коммуникации вот если он стоит на металлической площадке которая к этой коммуникации непосредственно подключена не на земле стоит она за землю на присоединенной коммуникации площадки то он находится под потенциалом коммуникации и никакого воздействия напряжения на него не будет и вот такой выход из положения при необходимости работать на коммуникации это вполне выход из положения не только изолировать человека от земли но посадить его под потенциал коммуникации понимаете поэтому давайте все-таки не создавать безнадежных страстей количество грозовых часов ну например у нас в России не так уж велико и запретить работу без специальных мер на протяженных коммуникациях грозу не так уж сложно и опасности не будет спасибо как раз в тему вопрос Ивана Гурьянова есть ли какая-либо статистика поражения электрическим током людей от протяженных коммуникаций во время удара молний у меня такой статистики нет я подозреваю что ее нет вообще вот по какой причине потому что вопрос об электробезопасности в грозу серьезно был поставлен только несколько лет тому назад законодательно в России и поэтому эту статистику если ее будут набирать ее будут набирать только сейчас когда появились те самые нормативные документы откуда я брал вот данные об опасности воздействия до этого вопросом электробезопасности в грозовую обстановку у нас в России всерьез законодательно не занимались спасибо евгений спиридонов не укладывается в голове что ток пройдет по трубе в земле один километр и пройдет сквозь человека с сопротивлением тысячу стоящим на этой же земле странно а правильные ли наши расчеты непонятно где странность давайте смотреть вот на какую вещь вот у вас есть коммуникация которая идет в земле так у вас коммуникация стекает в землю через проводимость ток но весь ток до нуля никогда не стечет всегда останется какая-то часть тока пусть один микроампер останется но что-то обязательно останется физическая основа расчета этого тока сомнений не вызывает потому что она проверена многолетними разработками теоретического и экспериментального плана то что наши расчеты верны на этот счет сомнений нет никаких то что это не очень привычно ну мало ли какие вещи мы поначалу не принимали во внимании но то что ток на уровне единиц даже процента единиц будет доходить по коммуникации километровой длины этот факт ни малейшего сомнения не вызывает но вообще говоря ведь когда начались все эти когда начались все эти вещи они начались тогда когда стал решаться вопрос о кабельной телефонной связи между Европой и Америкой вот тогда стал вопрос о том как влияет сопротивление этой коммуникации и как влияет утечка с нее на ту долю сигнала которая доберется по подземному кабелю в океане до Соединенных Штатов и поначалу этой теории не было она вот то что я вам выкладывал в начале это все появилось из-за вот этих чисто технических проблем и поначалу эта коммуникация отвратительно работала потому что считать правильно не умели сейчас считают правильно и никакой Америки в счете я конечно не открывал то что я вам выкладывал это вообще говоря столетние давности работ я имею ввиду расчете протяженной коммуникации Евгений конкретизировал свой вопрос мне кажется это может быть интересным зачем импульсу тока идти через человека в землю если он сразу может уйти в землю не через человека а через трубу длиной 1 километр я еще раз говорю он ушел часть этого тока ушла ушло например ну 95% тока а 5% осталось но 5% от 100 киломпер это 5 киломпер а для того чтобы вызвать фибрилляцию сердца нужно ток на уровне 2 ампер понимаете так вот в человека уходит сопротивлением примерно 750 ом это цифра для подавляющего большинства людей не будет превышена для того чтобы учить 2 ампера попало в человека при 750 амперах нужно полтора киловольта напряжения и эти полтора киловольта напряжения вот на таком длинном заземленном кабеле есть вы можете включить осциллограф и померить их понимаете вот я очень хорошо понимаю ваше недоверие уверяю вас здесь никакие законы теоретических основ электротехники не нарушены и с этим надо мириться поговорка как мало надо человеку приобретает новые краски Виктор пишет как правильно и безопасно заземлить наземную и подземную длинные линии если на их концах имеется очень разное сопротивление заземления где лучше ставить разрядники разрядник надо всегда ставить там где нужно ограничить напряжение зона действия разрядника очень короткая если вы поставите разрядник в конце линии он снизит напряжение в конце но по длине линии и тем более в начале у молниотвода ничего от вашего разрядника не изменится понимаете разрядник снижает снимает напряжение только в точке своей установки а дальше практически он не работает разрядник всегда надо ставить там где надо ограничивать напряжение вы поставите разрядник а через 100 метров от этого разрядника по длине кабеля напряжение какой был такой останется практически такой же спасибо Гасим Алиев спрашивает но в нормативных документах по электротехнике летальным током для человека является 100 миллиампер вот давайте говорить так то что вы сейчас сказали не является правдой потому что опасный ток молнии нормирован в зависимости от длительности его протекания в тех нормативных документах которые были раньше в России минимальным временем растекания тока была величина одна десятая секунды и нормировалась там не величина тока а нормировалась величина напряжения нормированное напряжение при этом было 500 вольт если я точно помню но думаю что я помню точно если учесть что сопротивление тела человека меняется в зависимости от напряжения а связано это тем есть или нет пробоя слоя кожи то для 50% людей при напряжении на уровне 500 там вольт сопротивление тела человека было не не больше чем 750 ом это значит если вы 500 вольт поделите на 750 у вас получится две трети ампера то есть опасной величиной при таких маленьких коротких воздействиях является ток где-то на уровне 600 миллиампер а вовсе не та цифра которую вы называете проверьте меня пожалуйста откройте информативные документы спасибо важное интересное замечание от Бориса Евдашкина выравнивание потенциалов повышает уровень электробезопасности да совершенно верно только я очень плохо себе представляю как можно выровнять потенциал в такой ситуации вот у вас идет коммуникация ну например на опорах изоляционных лежит труба пусть это будет труба нефтепровода которая подает нефть там в танках как вы будете выравнивать потенциал на длине там пару километров как реально это сделать вот уравнивать потенциал в здании это понятно как а вот там то как то есть замечание очень правильное и очень хорошее только как его выполнить ну например можно выполнить так положить металлическую дорожку под трубой и тогда и соединить эту металлическую дорожку с трубой тогда человек может ходить по этой самой дорожке и касаться сколько угодно трубы только где найти такого человека сумасшедшего который это сделает морис евдашкин пишет что имелось в виду в зданиях то есть ну мы же ведь о зданиях не говорим мы говорим мы говорим только о протяженных коммуникациях которые идут наружи вдоль земли или под землей просто это не наша тема сегодняшняя а так конечно все правильно спасибо я вижу что новых вопросов у нас не появляется тогда позвольте я вам расскажу интересные новости как обычно для тех кто с нами досмотрел вебинар до конца у меня есть что-то интересное для вас дело в том что сейчас вместе с Эдуардом Мейеровичем мы заканчиваем работу над новой книгой мы ожидаем выход в свет этой книги в следующем месяце и эта книга отличается не только содержанием но очень важно она отличается способом и подачей информации внутри нее там не так много цифр не так много формул или каких-то вычислений но там очень много методических способов оценки и информации для принятия решений по защите от молнии я думаю книга очень понравится тем кто решит ее почитать Эдуард Мейерович может быть скажите пару слов но во первых я должен сказать откуда появилась эта книжка придумал ее не я придумали ее сотрудники фирмы ЦАНС они сказали вот у нас часто такая вещь сидит человек проектирует электрическую часть какого-то здания а ему говорят слушай а ты про молниезащиту забыл ну-ка давай посмотри чего там с молниезащитой а он эту молниезащиту последний раз слышал на лекции в институте 20 лет тому назад чего-то ему там рассказывали бах вот трах трах из головы это все вылетело кроме слова молниотвод а нужно влезать в проблему а как в нее влезать читать специальные книги время нет а вот если была бы такая книжечка в которой пару тройку страниц прочитал и тебе было бы понятно а надо этим заниматься или это всего в будиль и вот была придумана книжка которая называется скорая помощь в молниезащите там хоть красные креста на этом самой обложке будет стоять а Павел вместо красного креста там будет логотип нашей компании но вы хоть скорую помощь что ли нарисуйте она будет так вот все главки этой книжки состоят из двух трех страниц представляете страниц в этой книжке более сотни да да и это значит главок этих и вопросов разобранных в этой книжке будет ну по крайней мере полсотни и каждому вопросу будет уделена очень короткая самая необходимая информация а все оценки которые там можно сделать они будут сделаны только при помощи калькулятора никакой вычислительной техники калькулятор и все и вот эта книжка по формату которую можно сунуть в карман пиджака на наш взгляд можно относиться с собой как палочка выручалочка вот такую книжку мы задумали ее очень долго писали потому что помните Екатерина вторая обращаясь к Вольтеру написала как-то в одном из письмен кокетничая следующая вещь извините мой друг что не было времени написать короче вот мы изо всех сил старались написать короче а что получилось это уж вам решать друзья я хочу напомнить что книги пока еще нет мы рассчитываем что она в следующем месяце только увидит свет будет напечатана об этом мы обязательно напишем новость на нашем сайте об этом обязательно пришлем вам письма все те кто подписался на рассылку а я напомню у нас есть рассылка мы раз в месяц присылаем подборку интересной информации из мира молнии защиты и заземления интересные публикации примеры расчетов примеры проектов и конечно же новость о выходе такой книги мы в этой рассылке поместим заходите на сайт почаще и следите за новостями эдуард и еще мария демидова спрашивает сколько по времени мы готовили писали книгу ой паш сколько ну полгода наверное писали да больше года эдуард мирович больше да да ну только не надо думать что я каждый день вставал утром пил черный кофе брал кошку и сажал ее на коленке и только вечером вставал со стула конечно работа была другая разная но писалась она трудно понимаете Екатерина кокетничья написала это в общем правильно для того чтобы написать коротко нужно намного больше времени спасибо эдуард мирович друзья спасибо спасибо что пришли спасибо что приняли участие в нашем вебинаре подписывайтесь на наши будущие вебинары вот тут ошибки не было значит когда я начал говорить было 50 человек а сейчас 82 нет никакой ошибки эдуард мирович у нас почти 100 участников постоянно присутствовала сегодня на вебинаре тогда коллеги большое спасибо понимаете что я надеюсь что это вот не очень привычная работа не пройдет даром все таки все таки с этим надо считаться но только не нужно думать что коммуникации нельзя подходить когда солнышко светит ладно спасибо большое спасибо друзья вступайте в наши группы в социальных сетях у нас отличная группа в телеграме ну да